Всем привет! Это очередной обзор посвященный видеокартам GeForce 10 серии. Что будет он немного необычный тем, что у нас сегодня в обзоре сразу два бренда, Polit и Gainvard. Если кто-то из вас обнаружил внешнее сходство в продукции этих компаний, то вот вам еще несколько. Обе компании занимаются выпуском только видеокарт и только на базе графических процессоров Nvidia. Хотя когда-то в ассортименте у каждой из них была продукция от компании Ati, которая сейчас принадлежит компании AMD. А все это потому, что Polit купил Gainvard в 2005 году. Так что все что я буду говорить про Polit, также касается и Gainvard. Если раньше были какие-то отличия в продукции у этих компаний, то в 10 серии видеокарт GeForce все выполнено под копирку. Если у вас есть вопрос, зачем продавать одно и то же под разными брендами, то я отвечу, что это чистой воды маркетинг. Перейдем непосредственно к видеокартам и по древней уже традиции начнем с референсных видеокарт. И по той же древней традиции я ничего не буду про них рассказывать, потому что я про них уже рассказал в этих двух видео. Поэтому сразу перейдем к фирменным видеокартам. И здесь ситуация как и у многих других производителей. Компания Polit для десятого семейства GeForce выпустила только одну фирменную видеокарту имеющую 10 фаз питания. И уже на ее основе продает 9 вариаций видеокарт Polit и 7 вариаций видеокарт Gainvard. Все различия между видеокартами сводятся к следующим нескольким моментам. Первое – это различные частоты работы графического чипа, то есть часть видеокарт обладает заводским разгоном. Второе различие сводится только к двум различным устанавливаемым радиаторам. Один шириной на два слота применяется в двух бюджетных GTX 1070 Dual, у которых нет даже бэкплейта, а второй радиатор на два с половиной слота для всех остальных вариаций GTX 1070 и 1080. Третье отличие – это несколько различных кожухов для радиаторов, которые мало чем отличаются между собой. Кстати, Polit решила не отступать от общих тенденций, касающихся моддинга и тоже установила настраиваемую подсветку своего логотипа. Четвертое отличие – это то, что у видеокарт GTX 1070 не распаяна одна фаза питания для памяти. И последнее – некоторые видеокарты продаются с так называемой G-панелью. Это заглушка в слоте A25, которая показывает время, частоты работы чипа и прочую лобу день. Теперь настала очередь излить все плюсы и минусы данных пилкарт, о которых мне известно. Для начала отмечу, что Polit сделала защитную рамку на печатной плате от спала чипа. Мелочь, а приятный. Второе – это хорошая система охлаждения. Массивный радиатор с 5 трубками покрывает все основные элементы и эффективно охлаждает их, благодаря чему температура под нагрузкой даже при разгоне не превышает 75 градусов, а шум вентиляторов достаточно низкий. Компания Polit на один из винтов клеит специальную наклейку-индикатор, которым намекает, что при снятии радиатора, к примеру для установки водоблока, вы потеряете гарантию. Поговорим о работоспособности, которая в общем на хорошем уровне. Благодаря новой технологии Boost 3.0, видеокарты неплохо разгоняют себя и показывают дополнительный прирост частоты графического чипа в среднем на 85 МГц, той, что заявлено производителем в спецификации. Но так бывает не всегда. На одном китайском сайте тестируемая GTX 1080 SuperJetStream, которая частота чипа в Boost'е должна достигать 1847 МГц, под нагрузкой показала только 1747 МГц. В другом тесте у видеокарты GTX 1080 Game Rock Premium Edition, которая частота в Boost'е равна 1885 МГц, показала нулевой прирост к Boost'у. Также хочу отметить, что данный показатель в 85 МГц довольно скромный результат, по сравнению с конкурентами, у которых дополнительный прирост к Boost'у составляет от 100 до 160 МГц. Соблюдаемая закономерность, прирост в 85 МГц является почти фиксированным значением для любой из видеокарт. Возможно, больший прирост ограничивается программно, и если это так, то понятно для чего это сделано, чтобы был смысл покупать более дорогие версии видеокарт с большим заводским разгоном. А как я уже неоднократно говорил, нет смысла переплачивать только за заводской разгон, когда без особых усилий и знаний, прибегая всего-навсего к фирменной утилите, можно разогнать видеокарту до 2100 МГц. Именно такой результат показывают видеокарты в большинстве случаев. Ну и тут есть одно но. Данная частота у видеокарт держится недолго, и после прохождения отметки в 70 градусов Цельсия падает, примерно до диапазона частот 2040-2060 МГц. Что касается качества продукции, то здесь не обошлось без недовольных. На англоязычных форумах и сайтах нашел некоторое количество людей, у которых данная видеокарта умирала через пару дней или недель. Данное явление не носит массовый характер, но имеет место быть. Также некоторые люди жалуются на какие-то дребезжания, но не знают природы их происхождения. Закончим с негативом и поделюсь с вами одним лайфхаком. Чтобы не заморачиваться разгонами и получить производительность самой дорогой видеокарты GTX 1080 GameRock Premium Edition в и самый дешевый GTX 1080 JetStream, достаточно перепрошить биосы. Но полит предупреждает, что перепрошивка биосов делается на свой страх и риск, но в итоге вы можете сэкономить порядка 100 евро. По поводу биосов. Шесть видеокарт из семи у Гейнвард и видеокарты модели GameRock у Полит имеют двойной биос, так что если вы запорите один, можете переключиться на другой. Ну и четвертый, но не последний по важности момент, это цена. Именно низкими ценами прославляют сейчас продукцию компании Полит, но на самом деле это не так. Почти все видеокарты стоят так же, как и конкуренты. При этом видеокарты от Полита не выделяются из общей массы чем-то особенным. Да, их система охлаждения лучше многих видеокарт, но не всех. Чтобы сэкономить, имеет смысл покупать только те GTX 1080, которые я выделил. Именно в этих случаях вы получите лучшее соотношение цены и производительности, вместе с эффективной и тихой системой охлаждения. Для максимальной экономии нужно брать видеокарту JetStream. Что касается видеокарт GTX 1070, то экономии уже не получится, так цена не ниже чем у конкурентов, а наоборот, нередко когда выше. Поэтому здесь вы уже можете руководствоваться личными предпочтениями. Итак, что же мы имеем в итоге? У меня двойственные чувства насчет данной продукции. С одной стороны, удачная система охлаждения и нормальная производительность при адекватных ценах, что меня приятно удивило. Но не обошлось и без жалоб на продукцию, и мой опыт подсказывает мне, что его может быть больше, чем у других производителей. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.